Игорь Борисович Чубайс Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях российский философ и как только что он нам представился, представитель несистемной социальной науки Игорь Борисович Чубайс. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Спасибо, что позвали. Вы тоже перед началом передачи сказали, что основной темой ваших исследований была российская катастрофа XX века. Ее причины, может быть, последствия, не знаю. Ну, это интересная тема, в том числе и в разрезе сегодняшнего дня. Что в XX веке была катастрофа, с этим согласны очень многие, может быть, даже большинство. А вопрос в том, продолжается ли она сегодня и что было ее причинами, и есть ли эти причины сегодня. Вы знаете, вот когда мы говорим о кризисе, о катастрофе, то, естественно, возникает вопрос, а когда начало, из чего все произошло и получилось. Я когда разговариваю со студентами, я слышу самые разные ответы. Одни говорят, ну вот это все, Путин виноват. Другие говорят, нет, это Горбачев. Третьи говорят, 17-й год. А есть такие, которые говорят, вот когда Россия возникла, она с самого начала была больной, ненормальной, нездоровой, шла не в ту сторону. Вот видите, ответы разные. Я глубоко убежден в том, что наша история, история России досоветской, это одна из самых интересных, успешных, великих историй. Наше государство, которое с XIV века, с 1325 года, когда в Москве стал калита князем, вот с этого момента началось собирание земель. Маленькое московское княжество, на карте никто не мог разглядеть, да. И мы за 5-6 веков превратили самое большое государство планеты, такое же, как Британская империя. Влияние России было огромное. В конце XIX века вот этот рост прекратился, остановился. В начале XIX века определилась западная граница, присоединили там. Финляндия вошла в состав России в 1889 году, Бессарабия, Варшавская княжество. Все больше в Европе не менялось. Потом на Кавказе было продвижение, Центральная Азия и все. И в 80-е годы XIX века это время, когда количественный рост закончился, начался рост качественный. И в 20-й век Россия входила с потрясающими показателями экономическими, социальными. Мы выходили в мировые лидеры. Это признавали немецкие экономисты, это признавали французские исследователи. Там был такой Тири, который приехал в Россию специально изучать, что у нас происходит. Он написал книжку, где предсказал, что к 50-му году Россия станет номер один в Европе, а значит и в мире. Америка тогда не играла какой-то особой роли. Но в 1917 году произошла катастрофа. И катастрофа не февральской революции, смысл которой до сих пор толком никто не объяснил, почему она произошла. А вслед за февральской революцией произошел большевистский путь, большевистский разрыв, большевистский захват власти. И в понимании России важнейшим, особенно России XX века, как, конечно, не всей нашей истории, я считаю ключевые слова Александра Солженицына, который сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Летом 1918 года Ленин писал, что Россия завоевана большевиками. Россию выпихнули, вытолкали в другой путь, в другое пространство, в другое время, в другое измерение. В России произошел разрыв с исторической Россией, были запрещены флаг, герб, гимн, то есть символы государства русские. Запрещен весь корпус закона в Российской империи. 30 ноября 1917 года Ленин запретил обращение к русскому праву. Была распущена русская армия по Брестскому миру и создана Красная армия, создана ЧК, которого не было в русской истории. Можно продолжать по разным пунктам, произошел разрыв. И после этого важнейший шаг это 18 января 1918 года, когда большевики разогнали учредительное собрание, выбранное народом в демократических выборах. А учредительное собрание заявило, что декрет советской власти мы не приемлем, они незаконны, нужно иначе действовать. Тогда учредительное собрание разогнали. И с этого момента власть в нашей стране оказалась нелегитимной. Почему они правят? На каком основании? Выбора в СССР вообще никогда не было. И до сих пор это у нас острейшая проблема. Они правили на том основании, что они строят коммунизм. Самое светлое будущее, самое светлое, что может быть. Поэтому всякий, кто выступает против советской власти, против коммунизма, он враг человечества. И проходили массовые репрессии, мы до сих пор не знаем цифру, сколько погибло. Известно, что было три голодомора, искусственных голодомора. Последний голодомор, кстати, о нем почти ничего не написано. 1946-1947 года, когда фронтовики вернулись домой, измучены, изранены, издерганы. И были уверены, что колхозы сейчас распустят, ГУЛАГ распустят, НКВД распустят. Мы же победили, да? А Сталин им устроил искусственный голодомор, а два миллиона человек умерло из голода. Никакой легитимной, законной основы для власти большевиков не было. Был миф о коммунизме. Миф этот рухнул вместе с Советским Союзом в 1991 году. Но с этого момента у России возникли разные варианты движения. А кто мы? Кем мы будем? Куда нам двигаться? Как восстановить нашу идентичность? Существует несколько вариантов движения. Новая Россия может быть новым изданием СССР. Уменьшенным, но исправленным и улучшенным. А сейчас мы издание чего? Дореволюционной России? Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Значит, за это выступают, конечно, КПРФ, там и некоторые левые. Другой вариант. Есть либералы, они говорят, да что, какой СССР? СССР это кошмар. Но добавляют, да вся русская история это кошмар. Вообще Россия ненормальная страна. Все это выкинуть, вычеркнуть и догонять Запад. Бежать за Западом. Нужно идти западным путем. Второй путь. Третий путь, который ряд людей отставит, и который для меня является, так сказать, я являюсь сторонником. Я говорю о том, что, как я уже сказал, русская история замечательна, а советская это беда. Поэтому нужно провести русский Нюрнберг. Нужно дать оценку Советчину, нужно дать правовую оценку. Мы знаем о массе преступлений, но нет правовой оценки. Если нет правовой оценки, значит тень Сталина будет хватать нас за голод до тех пор, пока мы не вынесем юридическую правовую оценку. Нужен русский Нюрнберг, нужно дать оценку советскому времени, и нужно преемство с исторической Россией. Нужно продолжить российский путь, не советский. Нужны новые выборы, учительные собрания и двигаться дальше. Сегодня, на самом деле, у нас путь, который я бы назвал путем Венегрета. Потому что на Славской башне Кремля года три назад восстановили надвратную икону. Православные приходят, о, какая прелесть, мы в России, да? Но поднимают голову выше и видят красную звезду, символ богоборческого режима. Так мы как бы и в России, и в СССР. Мы и советские, и мы и антисоветские. То есть у нас просто Венегрет происходит. Мы как бы живем по принципу Ивана Чонкина из Романа Войновича, который сидел под плакатом «Добро пожаловать немецко-фашистским оккупантам». Понимаете, либо вы оккупанты, либо «Добро пожаловать». Вот этот абсурд продолжается, но он не может быть долгим, потому что страна ничем не интегрируется, ничем не сплачивается. Нет настоящих идей, настоящих ценностей. У нас Венегрет. И этот Венегрет выполняется еще экономической разрухой и кризисом. Прежняя Россия, царская, она же не случайно пришла к кризису 20 века. То есть она была им беременна, она носила внутри себя все эти зерна. То есть простой механический возврат в прошлое, хоть в царскую Россию, хоть в СССР, не дает ответа на вопрос, а как избежать снова распада. То есть если тогда распалась, почему не распадется снова? Вообще вернуться нельзя в ту Россию, вернуться вообще нельзя никуда. Время не обратим, даже начало нашего разговора не вернуться. Но нужно понять, что произошло в начале 20 века. Вот я так одной фразой сказал, в чем причина февраля. Как раз это будет отчасти ответ на ваш вопрос. Потому что столетие февральской революции уже как бы прошло, чего я только не читал. Я читал о том, что это ответ на тяжелейшую эксплуатацию трудящихся. При этом люди немножко забывают, что зарплата русских рабочих была по некоторым данным второй в мире, а по другим данным первой в мире. Примерно 170 рублей получала средняя зарплата рабочего, а доллар стоил рубль 40. Немецкая марка 47 копеек. Французский франк в начале века 37 копеек. То есть в переводе на нынешние деньги зарплата рабочих была около 3000 долларов. Это очень неплохие суммы, поэтому дело не в экономике. Другие говорят, так почему февраль? Потому что войну проиграли. Ничего подобного. Мировую войну Россия выигрывала. Антанта выиграла Первую мировую войну. Россия вышла из Антанты. Даже после этого Антанта выиграла. Значит, и Россия бы выиграла. Вообще, Керенский в своих мемуарах «Потерянная Россия», он говорит о том, что весь 1917 год на русском фронте было самое большое количество немецких дивизий. 70 дивизий стояло. 3000 орудий. И как только большевики предали страну, сдали страну, вот эта вся масса рванула на Западный фронт, и все равно Антанта выиграла. То есть Россия была обречена на победу. Значит, дело не в экономике, дело не в войне. А в чем дело? Почему февраль? Ну, сейчас, секунду. На тот момент, когда Россия обрушилась, фронт не двигался. Кого будет победа, было совершенно непонятно. Каждый год на фронт угоняли миллион здоровых мужиков. И замали, и убивали, и замали, и убивали. И так из месяца в месяц. Можешь сразу ответить? Это совершенно неверные цифры, к сожалению. У нас есть множество мифов, а Первая мировая, а Вторая мировая просто сплошная мифология. У нас говорят, в Первой мировой погибло там 10 миллионов. Не, не 10. За все время. Правда, это февраль 17-го. Но обычно эксперты добавляют еще 100 тысяч человек, потому что в 17-м году особых боевых действий не было, но не больше 100 тысяч погибло. А вот теперь сравните. Первой мировой мы потеряли 700 тысяч человек, да? А Великое Отечественное, как 14 февраля этого года, вдруг Дума прорезалась, и они там заявили, что мы теперь раскрыли секретные данные Госплана СССР, в Великое Отечественное погибло 42 миллиона человек. В 60 раз больше, чем в Первой мировой. Понимаете, вы говорите, что та страна плохая, а эта хорошая. Я не говорю плохая. Я говорю, что на тот момент было совершенно непонятно. Все было понятно, победа была предписана, работа временного правительства шла под лозунгом «Война до победного конца». Кайзер Вильгельм трижды обращался в Лондон, Париж и Петербург с предложением начать мирные переговоры. То есть он понимал, что он проиграл. Эти три столицы, Антанта отказывалась в проведении переговоров, потому что было ясно, что они все равно добьют его, они дойдут до Берлина. Более того, если это не аргументы, я приведу в качестве аргумента высказанникового иного, как президента Путина, который в июле 2012 года, выступая в Совете Федерации, сказал ключевые слова. Поражение России в Первой мировой войне это акт национальной измены. Правда, он дальше не пошел. Он сказал, кто был изменником, кто предателем. А книга, кстати, Киринского, на которую я ссылался, начинается главой «Государственная измена Ленина». Потому что Ленин был в полном контакте с воюющей с Россией Германией, использовал весь ее ресурс. Хорошо, а какая ваша версия? Почему? В чем причина? Почему проиграли? Почему произошел февраль? Потому что вся власть в России была в руках императора. А кто такой император? Он что, на штыках сидел? Ничего подобного. Император – это помазанник Божий. Он был от Бога. Вообще высшей фигурой в стране был не император, а Господь Бог. И Библия, библейские нормы, христианские нормы, они были нормами жизни. Такие две цифры назову. Говорят, что кровавый, там Николай II. За весь XIX век, только я не иду дальше, начало XX, там было немножко иначе. За весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Цифра Альденбурга, русского историка, русской эмиграции. За первые 35 лет строительства светлого будущего 65 миллионов мы не досчитались, как пишет Солженицын. Причем он занизил. Сейчас понятно, что больше. Понимаете? То есть, где кровавый, кто кровавый. Но в чем дело? Что произошло? Вот император, который правил как бы от имени Господа Бога и который сам был глубоко верующим, это его, он как отец смотрел на, то есть, монархия, это как семья большая. Он мог наказать подданного, но не мог его убить. Это его дети, он за это отвечал. И что происходит? А происходит конец XIX века, утрата христианств, утрата веры. Появляются атеисты. И ни один, ни два, а целый слой, целый круг. Атеисты, они сразу превращаются в террористов, в бомбистов, потому что кто такой император для них? Да никто. И начинается охота на Александра III, на Николая II. И смысл февраля, в чем, почему произошел февраль? Февраль это переход от религиозной легитимации к власти, гражданской, потому что главный лозунг февраля даешь всеобщие, равные, прямые, тайные выборы в учредительное собрание. То есть, власть будет от народа, не от Бога, вы можете верить, не верить, это ваше дело. Но мы выбираем, граждане выбирают, да? И Временное правительство готовило выборы, немножко задержалось, а большевики ворвали Смольную, арестовали Временное правительство, сказали, мы проведем выборы. Русскому народу было все равно, и Керенский, и Шмеринский, кто будет, выборы давай. Да, мы проведем. И они провели эти выборы. Они провели выборы, проиграли на них, получив меньше четверти голосов, и собрали уже учительное собрание, не через неделю, как предполагалось, в ноябре были выборы. А в январе, когда создали ЧК, как только депутаты еще не всех туда пустили, было трудно проехать. Та часть, с которой собрался, она заявила, нет, мы власть большевиков не признаем. Там же в учительном собрании выступил Бухарин и объявил о начале гражданской войны. А когда петроградцы, питерцы и москвичи вышли на защиту народной власти, чекистские пулеметы косили людей. И десятки людей были расстреляны. С этого момента и началась русская катастрофа. Мы из нее не вышли. Потому что нынешняя власть, нынешнее государство фактически является правоприемником Советского Союза, Советского государства. И суть это не просто слова. Там можно называться советским, не называться, говорить о коммунизме, не говорить. В чем смысл советская система? В том, что не народ определяет, куда двигаться, а вождь определяет народу, куда народ должен идти. Сегодня у нас вертикаль власти, когда первое лицо определяет, как и что надо делать. А народ, он просто служит для того, чтобы выполнить его волю. Это та же модель, которая была в СССР. У нас же проходят выборы, в том числе первое лицо. Да, у нас проходят выборы, но мы знаем, какие выборы. И есть данные социологических опросов, которые показывают, что доля 90%, что хочет народ, то и делает наша власть. Я на это вам отвечу, что у нас социологические опросы изучают не общественное мнение, они изучают эффективность пропаганды. Это совсем другое дело. Понимаете, если народу внушать и отсечь другие источники информации и говорить, что дважды два, восемь, значит, через 3-4-5 лет вырастет поколение, которое будет абсолютно уверено, что восемь. Это будет свободный опрос, и вам скажут восемь. Да. То есть у нас цензура, у нас нет разных альтернативных источников информации. Вот отсюда и проблема. А если это вам не достаточно аргументов, я вам назову, что рейтинг коварища Чаушевску перед расстрелом был свыше 90%, его поддерживало. А потом просто его расстреляли и оказывалось, что он негодяй. Понимаете, все очень быстро, потому что пропаганда рассыпается очень быстро. Убеждение людей, взгляды, общественное мнение, оно устойчиво. В качестве рецепта говорить, что должен быть наш российский Нюрнберг, который раздаст должное преступникам, героям. Я даже не говорю преступникам, я так не формулирую, но нужно дать правовую оценку. То есть то, что происходило, не годится, неприемлемо, это незаконно. Но Нюрнбергский процесс проводили страны-победительницы над побежденными, то есть это была внешняя сила, которая судила, не поймешь, по каким законам вообще. В России такой внешней силы, я так понимаю, вы не предполагаете, то есть это Россия сама себя, одна часть должна судить другую. То есть откуда возьмутся судьи? Да, да, да. Вопрос очень хороший, и я с удовольствием отвечу. Вы даже, видимо, не предполагаете, какие существуют предложения и прогнозы по России вне нашей страны, за рубежом. Там все чаще звучит мысль, когда они здесь наведут порядок, будет внешнее управление. Что это за страна, которая нарушает международное право, которая воюет против соседей, которая сбивает самолеты, внешнее управление в этой стране. Это чья идея? Многих. Дискуссии идут на разных сайтах в разных странах. Но я хочу сказать, что если мы не хотим допустить внешнее управление, я как раз вот этого не хочу, то мы сами должны дать оценку. Почему я должен отвечать? Вы знаете, что такое патриотизм по формуле Адама Михника? Патриотизм это осознание ответственности за преступления, совершенные от имени твоего народа. Вот я осознаю, что это... Я считаю, что это преступление. Я не хочу за них отвечать. Чему вся страна сидит под санкциями? Я что, призывал брать Крым, что ли? Вы давайте решайте вопросы. Чего вы страну посадили на санкции? Что вы сделали? Мы сами должны решить. Если мы сами не решим и не дадим оценку, кто такой Сталин и что такое Сталинщина, это сделают за нас. Не сомневаюсь. Вы можете привести пример стран, в которых такой внутренний Нюрнберг был, в которых разбирались со своим прошлым, как-то более-менее адекватно разобрались? Да, могу вам сказать, что вообще ситуация в России в 20-21 веке во многом беспрецедентна. То есть, нет такого прямого аналога, потому что были перевороты, были захваты власти в разных странах. Но переворот, он там неделю, две, год, пять, семь, ну, чтобы сто лет держалась. Нелегитимная власть. Это вещь крайне редкая. Тем не менее, были ли суды? Не только Нюрнберг был. Фактически, во всех бывших соцстранах, так называемых социалистических странах, прошли суды либо над бывшим генеральным секретарем, первым секретарем партии от Болгарии до Чехии и так далее. Там прошел целый ряд процессов. Был процесс люстрации, которого у нас не было. Почему после 91-го года мы опять вернулись туда же, откуда уходили? Потому что коммунистическая идеология была отброшена, разрушена, уничтожена полностью. Невозможно врать про коммунизм, когда люди еле сводят концы с концами и отстали от всей Европы так называемой капиталистической. То есть идеология уничтожена, а старые чиновники остались. Нужна была люстрация. Вот люстрация была проведена в той или иной форме, очень по-разному, очень болезненный процесс, но она была проведена практически во всех соцстранах. В бывших всех соцстранах созданы такие структуры, которые называются институт национальной памяти. Это есть в Украине, это есть в Эстонии, это есть в Польше, это бывшие ГДР и так далее. Но это постольку в этих странах произошло, поскольку они считали социалистические режимы оккупационными. То есть что это пришли, нас захватили и так далее. Но мы же не можем считать его оккупационным, потому что мы сами его породили. А я считаю, нет, я его не порождал, нет. Он именно оккупационный, самооккупационный. Скажу, почему? Очень просто. Потому что Гитлер в Германии пришел к власти на выборах. И немецкий народ кается до сих пор. Они его выбрали. Какие выборы у нас? Кто их выбирал? У нас не выборы были, у нас был ГУЛАГ, у нас были депортации, у нас был голодомор, у нас закрытые границы, у нас невозможность сказать слово правды, у нас репрессии. Кто выбирал? Где? Когда? Назовите мне. Я хочу видеть этих людей, которые выбирали. Нет, это самооккупация. Это самооккупация. Только так это нужно трактовать. Про Нюрнбергские процессы я понял. Иллюстрацию, хотя с иллюстрации тоже не очень понятно, потому что иллюстрация это лишение части прав граждан по принадлежности к какой-то профессиональной или социальной группе. Да, совершенно верно. Те, кто предавал Россию, те, кто поставил в состоянии тяжейшего кризиса. У нас же все-таки какая-никакая есть правовая система, в которой есть преступления. У нас в вазе правовая система. Но тем не менее, тем не менее, есть законы, то есть чиновники, который получил 15 суток за призыв к митингу, а его брат сидит в одиночной камере. Он никуда не призывал. есть конкретный судья, который принял решение. Наличие судьи не знак правового характера. Секунду, вот эта судья и должна отвечать за свое решение. Если она приняла его незаконно, почему все судьи поголовно должны отвечать за него? Вы не хотите отвечать за... Потому что 30 ноября 2017 года Ленин запретил русское право. С этого момента... Вы не хотите отвечать за деятельность большевиков, потому что вы их не забирали. Одни судьи не хотят отвечать за решения других судей, потому что они-то не принимали неправомерных решений. Они судили честно, а потом приходят и говорят, вас всех иллюстрировать. В чем вопрос? В чем вопрос? Ну, то есть... Как проводить иллюстрацию? Почему это правильно и кто сядет на их место? И почему они будут лучше? Потому что нам нужно... То, с чего я начал. Нужно не менять одного начальника на другого. Нужно менять систему. И систему нужно менять ту, которая сформировалась с 1917 года. Это тяжелейший кризис, глубочайший. Выйти из него непросто. Вот мы видим по примеру Украины, как что-то получает, а что-то совсем не получается. Хорошо. А в чем суть этой системы? То есть вот у нас при советской власти было понятно. Была система советов декоративная, была вертикаль власти в лице райкомов, обкомов и так далее. Суть этой системы в том, что она асторитарна. В том, что... Ну, я могу на другой язык перевести, если непонятно, что я говорил до сих пор. Вот всюду в мире политика есть концентрированное выражение экономики. То есть то, что нужно бизнесу. Вот вы предприниматель, вы говорите, ребята там в Думе, в Раде, в парламенте. Давайте вот такой закон и мы тут поднимемся. А у нас экономика концентрированное выражение политики. У нас политика говорит, 7 тысяч санкционных продуктов под бульдозер. Все говорят, как? У нас 21 миллион голодных ходят под бульдозер, их уничтожают. То есть нужно поменять. Хорошо, что именно надо демонтировать? Нужно сделать. То есть формально у нас выборы, формально у нас... Формально у нас все формально. Вот так... А ну, чтобы было неформально, а ну, чтобы было не реально. Ну, это правовым актом, нельзя принять правовый акт, сказать, ну, чтобы все было так, как прописано в законах, а не так, как на деле. Я сейчас по пунктам расписал, как это нужно действовать. Ну, хотя бы занимался, хотя бы один пример. Нужна новая гласность, нужно открыть документы, открыть информацию, открыть архивы. Кстати, документы в архивах не просто закрыты. Я думаю, что единственная страна в мире, насколько я знаю, где документы в архивах уничтожаются с 2018 года. Почему мы разные? Прежде всего, потому что у нас разные источники информации, потому что одни дождь смотрят, а другие смотрят Первый канал, а третьи... Читают газету «Правда». Да, еще какие-то источники находят. Завтра. Нужно прекратить ограничения, нужно устроить общественно-гражданскую дискуссию в нашей стране, открытую, демократическую. Вот смотрите, в 2017 году в феврале сняли, все ограничили, устроили открытую дискуссию. Да, да. Что, кстати, получилось. То есть мы видим, что каждый раз, когда происходит какая-то революция под лозунгами «Свобода», «Демократия» и так далее, через какое-то время люди с прекрасными лозунгами уходят на второй план, а на первый план всегда выходят экстремисты. Вы привели один пример, а вы вот сделали. Всегда, когда люди... Хорошо, давайте возьмем французскую революцию, свет флага Франции. Там один из цветов обозначает монархию. Это Лафаэд. Я вам привезу 150 других примеров. А потом и кабинцы с гильотиной вперед. Вот это миф о том, что всякая революция кровавая, это вообще советские сказки. Бархатная революция в Чехословакии была абсолютно бескромной. Болгары взяли и провели выборы. Поляки провели круглый стол, переговорили с вами властями, сказали, ребята, честные выборы? Хорошо. Но это честных выборов... Они их предупредили сразу, что их иллюстрировать будут и судить. В Польше официально... Нет. Вы знаете, если более подробно, в Польше все то, что было достигнуто на круглом столе и то, что говорила польская пресса, они все эти договоренности выполняют. Там вообще официально иллюстрации не было. Там она была косвенная. Именно потому, что поляки договорились за круглым столом, они и соблюдали эти договоренности. И когда они пришли к власти и стали контролировать новые силы, они старые договоренности соблюдали. Поэтому, когда выглядит всякая революция кровавая, мы чем-то заканчиваем. Это совершенно... Кровавый перевар в большинстве. Хорошо, я уточню. После февраля больше не было. Есть существенный риск, потому что мы видим много революций, которые превращались именно в этом. Риск есть всегда. Понимаете, дело не в том, что есть банальные фразы, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Дело в том, что мы уже дошли до дна. Мы уже на грани находимся. Понимаете, наша богатейшая в мире страна, седьмая часть суши, мы еле тут затягиваем пояса. Но нам жить не на что. У нас останавливаются предприятия, рухнет. Причем, друзей в кавычках и у нашей страны всегда найдется. И всегда найдется, кому сюда прийти. Это такая опасность тоже существует. Ну вот с тем же примером в Польше. Ну, кстати, в Тунисе недавно аналогичная история была, когда сели, договорились, прописали, как будет переход. Я вспоминаю высказывание Путина в 2012 году, когда ему сказали, а вот оппозиция, может быть, там переговоры, а с кем разговаривать-то? То есть, и надо же признать, что вопрос обоснован, а с кем в оппозиции разговаривать? Кто может вступить в переговоры и гарантировать исполнение обязательств потом? Я понял ваш вопрос. Если коротко, он напоминает ситуацию, вот если по столу бегает, сороконожка, бегает, бегает, а кто-то возьмет, оторвет и все ножки. И скажет, так она же бегать не может. А как ей бегать, свою ногу нет, оторваны. А какой диалог с оппозиции, если она систематически уничтожается, подавляется, выталкивается, сажается и так далее. То есть, сделано все для того, чтобы у власти не было никакой альтернативы. Ну и когда, Игорь Борисович, на ваш взгляд, в России начнутся перемены? Ваш вопрос, с одной стороны, он совершенно понятен. Естественно, каждый человек, который внутри или вне смотрит, а когда будут изменения? А с другой стороны, этот вопрос, на него не может быть простой ответ. Почему? Потому что, если вы греете воду в чайнике, вот вы померили, 95 градусов, вот сейчас она закипит, да? А если все заварено, если все закрыто, если нет канала выражения общественного мнения, то это может произойти в любой момент. И пример воскресного марша, он вам не Димон, это пример того, что вот вся информационная модель, которая создается, она абсолютно не соответствует реальности. потому что ни один человек, включая самого Навального, я сам активно участвовал, я такое не предвидел, я не мог предсказать, что пойдут школьники, пойдут студенты, там было 90%, поэтому предсказать в таком плане нельзя. Я в самом начале вспоминал Володю Квинта, так вот, по-моему, с вами говорили, так вот, Винт является сильнейшим в мире специалистом по экономическому стратегированию, и он еще 4 года назад сказал, что 2017 год будет последним годом российской экономики, дальше она просто не сможет. И тогда, когда он это говорил, я старался как-то, не просто повторять, как попугай, но посидели, посчитали, посмотрел его статью, он взял свои материалы, получается, что так, но тогда вообще никто слушает, никакой, баррель нефти, 120 долларов, сейчас какой кризис, мы тут вообще все купим, но 2017 год действительно стал годом кризиса глубочайшего, хотя об этом очень мало пишут, и так же, как сейчас там идет забастовка дальнобойщикам, чем она закончится, вы знаете, можете предсказать, а если подхватят таксисты, как предполагалось, подхватят транспортники и так далее, что будет, но что можно сейчас сказать более определенно, кризис начался, он не является окончательной точкой, потому что расходуются фонды, потому что пенсионный фонд брошен на погашение этого кризиса, потому что фонд национального благосостояния брошен, и вот 2019 год неизбежно будет последним годом, после которого либо начнутся реформы, либо руссокатастрофа. что по-вашему станет движущей силой перемен, то есть мы и кто? То есть у нас, как всегда, есть варианты сверху и снизу. Чем больше людей отказывается от пропагандистских мифов, перестает верить в ту сладкую сказку, которую навязывает телевизион, тем большее количество людей откажется от мифологии, потому что у нас вся мифология авторитарного государства строится на том, что есть враг, которого надо задавить. Может, с этим врагом я уже стал... Ну, или отбиться от него. Да, и вся история вот в России не было врагов, а в Советском Союзе с самого начала контрреволюционеры, антисоветчики, враги народа, буржуазные там специалисты, диссиденты. Инака мысль. Сейчас иностранные агенты. Вот чем быстрее мы поймем, что нет у нас врагов, мы в своей стране, это наша родина, это наши люди. И нужно не врагов искать, а нужно менять механизм управления, смену управления. Этот процесс информационный... А кто это должен понять? То есть вот если простой человек, это понятно, что он сделает. А кто является... Простой человек как минимум может принимать решения для себя и для своей семьи иметь свою точку зрения. Не превращаться в попугая, а иметь свои взгляды, свою позицию. А дальше, если он более активен, он может участвовать в каких-то гражданских акциях, если ему хватает смелости и мужества. Как минимум не принимать ложь, потому что это моя страна, у нас нет другой страны. Мы ее можем опрокинуть и разрушить. Это большевики 70 лет властвовали здесь, потеряли 5,5 миллионов квадратных километров территории, 10 франций. В 17-м году население было 186 миллионов человек, а сейчас 143 миллиона. Мы все потеряли. И выводы никакие не сделали. Понимаете? Так надо вот думать, анализировать, но уже с разных сторон подходить. Кто будет носителем? Народ. Другого носителя нет. Помню перестройку. Помню дискуссионные клубы, которые были в Москве во время перестройки. И вот одна из первых встреч на перестройке приходит в гости Шмелев, такой экономист, позднее академик. Ему задают тот вопрос, который сейчас вы задали мне. А кто будет держащей силой перестройки? Кто? И он очень точно ответил. Порядочные люди. Потому что никакой другой структуризации в стране нет. Все работают на государство, и государство всех, так сказать, контролирует. Вот фактически сегодня прежде всего расчеты, надежды на порядочных людей, они есть в России. Понимаете? Вот честные люди, порядочные люди, которые должны за собой повести остальных и объяснить. А вы можете назвать примеры таких порядочных людей сегодня? Если я буду называть какие-то конкретные имена, то это может вызвать санкции против этих конкретных имен, потому что мы немножко какой-то странной обстановке. Я недавно участвовал в теледискуссии на канале ТВЦ о гражданской войне. И когда я начал говорить, что вы не правы, что все не так, да, ведущие, казалось бы, человек должен заинтересоваться, да, расскажите как, да, а он меня глушил, он не давал мне говорить, ни в коем случае это нельзя. Все стали орать там меня глушить. То есть... Про революцию-то чего? Про гражданскую войну. Передача была о гражданской войне. То есть я поняла про современность или там про Украину, а зачем гражданская война? Это вам так кажется, потому что оттуда вытекает. Потому что Ленин был провокатором гражданской войны. Он сказал, что нужно превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Он столкнул, и 15 миллионов человек погибло. Развязали внутри страны войну свои со своими. И здесь, и в Сибири, и в европейской части. Поэтому, когда вы спросите назвать фамилии, то я вам отвечаю, что для меня это не опасно, для них это может быть опасно. Но мы и так знаем людей, которые занимают твердые альтернативные позиции. Мы знаем Каспарова, мы знаем Касьянова, мы знаем Явлинского, мы знаем целый ряд. Левсиане не идеальны. Вообще у нас в результате той прополки, которую проводят некоторые организации из трех букв, у нас вот нет в стране такого гавела, у нас нет в стране своего валенца, но оппозиции есть. Я думаю, что многие новые имена появятся. Вот слабость украинского Майдана заключалась в том, что люди вышли, я тоже был, я приезжал туда, я был на Майдане, я все это видел своими глазами. Люди вышли на Майдан, а лидеров новых они не создали. И пошли старые люди, все эти Порошенко, Яценюки, которые сегодня просто показывают, что они полностью исчерпали себя. Нужно менять управление страной, хотя идея Майдана... И где на Украине порядочные люди, которые должны были... Что вы думаете, что на Украине от порядочных людей? Не, ну вот, где они в лидерах во власти? Просто сегодня ситуация такая, что как только человек начинает что-то громко говорить, как только человек начинает говорить всерьез, он оказывается неприемлемым, его выталкивают, его глушат, его не пускают, его ему не дают информационные каналы и так далее, и так далее. Поэтому, понимаете, когда вот в 89-м году прошел первый съезд народных депутатов СССР, и мы вдруг узнали, что оказывается, у нас есть Гаврил Попов, оказывается, есть Юрий Афанасьев, оказывается, есть там Тельман Глян, мы ничего этого не знали, то есть это совершенно новые имена появились. Они как появились из ниоткуда, так потом никуда... Ну, потому что были предприняты некоторые шаги, и такие. Вот, поэтому люди есть. Но надо даже признать, что они сами много сделали для своего политического небытия в будущем. Я же не предлагаю их превращать в иконостасы и молиться по утрам, но появились имена, которые никто не знал, из съезда народных депутатов, они проходили настолько интересные, была настоящая дискуссия, живые люди, серьезные. А что, кто сейчас знает вообще фамилию хоть одного там депутата Госдумы? Кому эти ребята? Откуда они свалились? Кто они таких? Никто не знает. Я много ходил в Думу, раньше гардеробщицы... О, вот это вот и называют фамилию, да? А сейчас, а мне нужен вот этот. А кто это такой? Гардеробщицы не знают этих людей. Спасибо, Игорь Борисович, что пришли к нам на интересный разговор. Надеемся, не последний. Он так очень досмысленно сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова